на библейский портал экзегет поступил вопрос который интересен многим слушателям подписчикам молодым особенно на какие на стороны характера жизни обращать внимание при вступлении в брак что можно посоветовать но я в браке прожил 25 лет у меня уже первая дочка вышла замуж и я сейчас немножко связан с этой темой в силу того что мои дети находятся вот на периоде такого зрелого возраста для вступления в брак и мы тему это очень много обсуждаем в кругу нашей семьи я скажу наверное такие некоторые вещи некоторые наблюдения которые могут вам помочь очень важно начать дружить общаться с человеком жизнерадостным вот это одно из главных условий семейного счастья если вы молодой человек ну не советую смотреть на тех кого часто называть серыми мышками те которые девушки которые очень сосредоточен на себе которые мало улыбаются который мало разговаривает у которых часто бывает такое настроение не очень веселые потому что в жизни будут разные ситуации в том числе тяжелые и скорбные ну и радостные конечно и вот если у человека нету в молодости внутреннего такого драйва как мы говорим нету внутреннего огня то жизненные обстоятельства они постепенно человека высушат и не только его высушат но и того кто рядом с ним и даже приходилось видеть людей которые вот были разные по характеру может быть это было наверное и неплохо да то есть когда какой-нибудь там какими-то такая молчаливая грустяшка девушка вышла за такую весельчака душу компании молодого человека но в конечном итоге в конечном итоге этот весельчак стал таким же депрессивным как она то есть он много лет пытался ее вытащить до пытался ее разговорить пытался ее вовлечь свою какую-то активную позицию и был это не нужно и вот здесь очень важно чтобы вы общались на одной волне чтобы вы понимали друг друга очень важно чтобы на доступление в брак между молодыми людьми была полноценная дружба эта стадия примерно ну минимум год должна продолжиться то есть вы должны стать начал хорошими друзьями вы должны быть очень много тем для обсуждения у вас должны быть друзья вы должны быть вхожи в может быть семьи к своим друзьям к своим родственникам своим близким вы должны постоянно видеть своего свою свою своего друга или подругу в социуме где она взаимодействует с людьми допустим какой-нибудь праздник день рождения новый год там неважно жительство пришли надо что-то накрыть убрать помыть посуду послужить поговорить с кем-то и вы внимательно смотрите как как этот человек взаимодействует как он себя ведет что он делает сидит один молчит все пошли там убираться или наоборот накрывать и ей или ему это все не нужно и вот когда человек взаимодействует с людьми он раскрывается и кто хочет увидеть он увидит все он услышит он увидит он узнает если что он спросит очень важно чтобы молодой человек хотел учиться не книги читать а учиться жить например приходит девушка в гости а там например мама твоя и вот она может быть просит а как вот вы пирожки приготовили а как вы так убирать у вас такие цветы красиво на окнах а как вы эту салфеточку связали как в эту шторку пошили понятие то есть когда девушка проявляет интерес даже к бытовым вопросам это очень хороший признак смотрите как она относится к детям например можно прийти в семью где есть маленький ребенок так протестировать ее и как она отойдет в стороночку скукс куксится или наоборот ой какой малышок а можно мне подержать а можно мне его на ручке взять можно мне его там покормить мы тоже увидим с как человек себя ведет вот в этой ситуации еще раз повторю что семейная жизнь христианская не должна быть похожа на монашество это ошибка большая когда думать что девушка в длинной юбке платке с четкими в руках и с псалтирью в кармане будет хорошей женой это совсем не так нужно любить семейные добродетели они связаны с бытом они связаны с заботой они связаны с помощью они связаны с деторождением взаимодействием с родственниками и очень много 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 факторов и вот этих вот позиций этих пунктов по которым можно можно человека проверить какой он помните в романе и анна каридина когда катя щербицкая вышла замуж за лёвина у него же был больной брат и с какой заботой она к нему относилась как константину лёвину было приятно что вот его брат который был там забыт он был больным он был очень таким человеком уже немощным несчастным и с какой заботой она к нему относилась и ухаживала это вот если вот такую девушку встретить и увидеть в ней вот эти качества это просто надо как говорится брать хватать и так сказать бежать в заг с ней если вы видите какое не доброе сердце как она может сострадать как она может ухаживать делать всё с улыбкой делать это всё с какой-то такой вот лёгкостью не напоминать потом вот я помогала значит ты мне должен за это быть благодарным вот сколько таких тем когда в семейной жизни например жена ухаживал там за свекровью которая там умерла и потом начинают вспоминать мужу так сказать выносить мозг сколько жена значит сделала для его мамы ну сделала и сделала ты же для Бога делала вот и так далее вот сколько трагических историй когда молодые люди вступили в брак и потом например ну чаще это со стороны опять же женщины бывает она перестает общаться со своей свекровью с матерью мужа не даёт детей это есть такие случаи значит человек не коммуницировался он не смог в этом социуме как-то адаптироваться он ушёл в себя он начал верить своим мыслям погрузился в какие-то раздумья совершенно никому не нужны не интересны вот нужно обязательно вылезать из этого из этого такого чёрного какого-то одиночества вот то есть обращаем внимание на поведение человека вот в такой внешней сфере но есть тип людей у которых жизнь напоминает она точнее они напоминают такую знаете стрекозу которая или бабочка которая летает цветочка на цветочка там в разных так сказать кружится местах и такие мотыльки у которых нету фундамента это тоже на любителя то есть такие вот такие витрушки такие вот рыбки верхоплавки которых интересует только внешне они помогут они приготовят они уберутся они сделают там что надо побыть да ну скажем девушка не умеет читать книги не приучена к чтению книг у нее нету каких-то мыслей и парень который будет с ней общаться он сначала может быть но она допустим внешне интересная то есть сначала он внешность увидит он ее оценит а потом увидит внутреннюю пустоту будет интересно говорить про магазины про одежду про еду про еще что-то но мужчина этой пустотой не может жить ему нужна глубина ему нужна какая-то серьезность жизненная замечено что такие не развитые не образованные интеллектуальные женщины к сожалению к сожалению это мое наблюдение рождает таких же детей которые потом достигнув уже школьного возраста во-первых начинается проблема со школы учеба а потом сдача экзаменов ОГЭ ЕГЭ и когда ваши дети сдают на 60 на 70 баллов а проходной 80 плюс или 90 плюс хороший возраст вы понимаете что это все-таки наверное генетика женщины потому что мужчины часто и много работают а женщина которая сама не училась не считала книги а только бегала по магазинам или там стояла у плиты к сожалению не может передать детям те генетические такие способности для того чтобы ребенок мог хорошо учиться поступить в хороший институт но повторю каждый выбирает здесь свой путь у меня есть примеры когда профессора будут профессора ну так сказать еще они были конечно профессорами когда женились став профессорами у них были жены очень простые иногда мужчине приятно иметь видеть перед собой жену которая будет на него смотреть затаив дыхание открыв глаза и слушать его его лекции его размышления его мысли ну может быть и так хорошо а есть браки где например жена кандидат наук преподаватель вуза а муж простой он просто вот как-то рядом с ней она им она много читает она знает она разбирается там философии в истории в каких-то там политики даже может быть а муж простой какой-нибудь там не знаю водитель автобус ну и что это и такие люди живут вот но мне кажется нужен баланс баланс то есть простым наверное людям лучше в простом сословии жить интеллигентным людям наверное смотреть вот здесь на свое на свое так сказать свой уровень свое сословие духовенство обычно тоже вместе как бы соединяет браки своих детей вот но здесь главное главное не просмотреть те качества которые потом вылезут вот это большая ошибка когда ты общался с одним человеком до брака а женился на другой ну то есть это был это как бы один и тот же человек но он так сказать перепрограммировался став уже женой или мужем то есть это была наброшенная маска который ты принял за какую-то истинную состояние человека а он потом эту маску сбросил и оказался тем чем он казался а чем он стал и чем он был поэтому к браку нужно отнестись очень ответственно очень серьезно и постараться до брачный период провести как такое лабораторное исследование то есть этого человека с кем-то собираешься с кем собираешься связать свою жизнь постарайся провести по разным источникам по разным местам по разным людям по разным ну в смысле источником познаний и везде слушай что тебе говорят везде как бы прислушивайся к этим советам потому что люди тоже смотрят люди тоже реагируют скажут ну не надо вот у этой девушки есть там такая-то вот проблема с которой ну лучше вот все-таки не спешить и скажут наоборот вот сколько я знаю там 5-10 лет там моя племянница там моя соседка она говорит всегда была такой улыбается радуется придет поможет с ребенком посидит обед приготовит чистота родителям никогда не перечила слушай вообще находка сокровище бери даже не переживай вот ну и конечно молитва молитва обязательно потому что по молитве бог дает человеку очень-очень много так что помогай господь молодым людям чтобы выбор был правильным и жизнь семейная была счастливой внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео было